Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами поговорим на несколько таких разрозненных тем. Сразу скажу, что у нас в студии работает телефон, как обычно. Мы сегодня с вами пообщаемся, поговорим, ответим на вопросы. Мобильный телефон плюс семь девятьсот семьдесят восемь, четыре ноля двести шестьдесят четыре, четыре ноля двести шестьдесят четыре. Стационарный номер города Симферополя двадцать четыре девяносто девяносто шесть. И пока первый телезритель или радиослушатель дозванивается, я хочу сказать, что сегодня вышел второй выпуск программы под названием «Бизнес-технологии». Мы каждый день, я ведущий этой еще одной программы, кроме информационной войны, вчера мы говорили о тендерах и госзакупках для предпринимателей, которые ищут новые рынки сбыта. В нашей достаточно своеобразной экономической ситуации, связанной и с санкциями, и с переходом на российское законодательство, и связанная с тем, что, ну, в общем-то, вся планета переживает достаточно серьезный экономический кризис. Хочу сказать, что сегодня тема была посвящена молодежи. У нас в студии было три представителя молодого поколения, это студенты различных вузов, это представители молодой гвардии, организации молодежной «Единой России», и, в общем-то, мы обсуждали стратегически вопрос занятости молодежи. Основная проблема заключается в том, и мы это проговорили в эфире, что по выходу из школы, по выходу из вузов, во-первых, потребность в деньгах, заработках у молодых людей достаточно высокая. Ну, как бы все знают, вот эта парадоксальная закономерность, когда человек достигает возраста 35-6-40 лет, у него как бы уже все есть, и семья, и дети, и потребность в деньгах такой нет, как это было на старте, когда хотелось все, а в 36-40 уже так всего не хочется. И вот этот вот парадокс, получается, система образования выстраивает таким образом, что люди, дети доживают до 15-16-17 лет, и при этом у них в руках живой профессии нет. Они не имеют базовых знаний и навыков, я не говорю о всех, конечно, есть выдающиеся дети, во-первых, которые сами по духу к чему-то стремятся, но большинство детей в 14-15-16 лет по духу нищие духом, им ничего не хочется, они ни к чему не стремятся, они живут развлечениями типа игрушек там в интернете, подержать новый телефон там буквально, и при этом нету тяги ни к новым знаниям, ни к новым профессиям, и нет тяги к заработкам. А при этом достаточно давно заметили многие педагоги, что вот это вот искусственное состояние, когда детям запрещается работать за деньги, оно, конечно, как бы может быть обставлено как угодно правильно и как угодно справедливо, что, мол, ну как же можно деток там эксплуатировать, речь же идет об эксплуатации или не эксплуатации, это вопрос достаточно объемный, но в любом случае ребенок либо живет на шее у родителей, и если родители там состоятельные, они там имеют несколько тем, они имеют несколько точек, бизнеса в отеле и так далее, то как бы проблем нет, но проблема-то есть, потому что люди, доживающие до 20 лет и не державшие в руках своего рубля, а папины и мамины рубли это понятно, а вот держать в руках свой рубль, заработанный самим, и если это происходит в 14-13 лет, то я вам скажу, по статистике эти дети принципиально отличаются от общей расслабленной массы, которые, ну на самом деле не производительные, а не ищущие, и на самом деле даже по найму, если они устраиваются куда-то на работу, то в принципе все происходит по методике ты мне покажи, что сделать, ты сделай за меня и заплати мне зарплату за часы, вот я же с 8 там до 5 вышел на работу и так далее, то есть в целом получается достаточно такая пассивная паразитическая психология, и это тоже проблема системы образования. Мы проговорили на этом шоу нашем, которое называется «Бизнес технологии», я сейчас выбираю выжимки как раз с точки зрения информационной войны, потому что на самом деле, кроме того, что мы детям не рассказываем о предках, не рассказываем о том, что происходило во время Второй мировой войны, дети мало читают, они больше смотрят на экраны, они многого не знают, они не имеют базовых навыков по сравнению с детьми 60-х, 70-х годов, и получается, что есть определенный парадокс, связанный с деградацией системы образования, при всем при том, что она у нас, конечно, пиарная, она у нас достаточно шумная, у нас есть ЭГЭ, как продукт баллонской системы, но в принципе даже родители замечают, что по сравнению с 30-летней давностью, с 20-летней даже, система образования немножко деградирует и не только с точки зрения духовной, там, нравственности, любви к родине и патриотизма, но и с точки зрения банальных навыков. Вы можете звонить в студию плюс семь девятьсот семьдесят восемь четыре ноля двести шестьдесят четыре или стационарный два четыре девяносто девяносто шесть. Хочу сказать, что на вот этой сегодняшней программе, которая называется «Бизнес технология», мы, вы знаете, так совершенно случайно в дискуссии пришли к выводу, что поменять саму систему образования, ну, таких задач вот сейчас ставить, наверное, и смысла не стоит, потому что, ну, понятное дело, можно организовывать систему обращений, связанных с тем, чтобы оптимизировать, улучшить, методически изменить, но это длинный процесс, а получается, что дети, которым сейчас 14-15-16 лет, времени, вот буквально вот этот год, чтобы повлиять на них и дать им в руки, ну, драйв, драйв. И получается, что мы выработали методику, что можно сделать сейчас в параллельном режиме, когда все равно дети занимаются в кружках, там, в студиях, дети, родители тратят деньги на какие-то секции, и при этом, если это время употребить на то, чтобы ребенок занялся чем-то производителем, да еще и заработал денег, это может резко изменить вообще картину воспитания подрастающего поколения. Есть первый звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Да, да, алло, здрасте. Добрый день. Добрый. Дарья Феодосия, Валентина. Здрасте. Вопрос неординарный. Нигде нет информации, как в настоящее время идет строительство дополнительного саркопага для Чернобыльской АЭС. Ведь это очень важное строительство. Это почище киевской хунты. И есть ли контроль международный по этому вопросу? Спасибо. Да, вопрос, конечно, ну важный, безусловно. Во-первых, я понимаю, что ваш вопрос связан с тем, что буквально вчера пришли сообщения, разные сообщения, что там идут лесные пожары в районе зоны отчуждения, и по-разному от 400 гектаров, это такой, знаете, кусочек земли 4 на 4 километра, до нескольких тысяч гектаров. Пылают леса, и этот пожар приближается, собственно говоря, к самим ядерным могильникам. Там разные сообщения приходят, они неофициальные в основном, есть даже какие-то видеокадры на Ютубе, но информация относительно того, ведется ли строительство, не ведется, и что, собственно говоря, там происходит, я вот на сегодняшний день не располагаю. Могу сказать, что вот эта информация о пожаре, кстати, сегодня Роснадзор, ну, в общем, структура российская, которая граница-то рядом Российской Федерации и Белоруссии, Чернобыль, он находится, в общем-то, почти у трех границ, замерили радиацию в этой зоне, и, в общем-то, пока что, даже несмотря на то, что это рядом с могильниками, ну, радиоактивный фон там даже ниже нормы. Поэтому вот внятно ответить на этот вопрос так, чтобы в десяточку, я сейчас, наверное, не скажу. Ну, вернемся к детям. Так вот методика. И получается, что, ну, мы, во-первых, рассмотрели вопрос, связанный с тем, что какие предприятия существуют на территории республики, какие профессии, собственно говоря, могут быть востребованы, и по каким профессиям дети могут пытаться соискать должности там разные в штатных расписаниях, так, чтобы быть оформленными. И там оказалось все далеко не просто. Мало того, что детей не берут, ну, потому что нет опыта, мало того, что дети реально ничего не умеют, в большинстве своем случае, даже выпускники вузов, даже которые учатся там на бухгалтеров, их надо с нуля там ту же одну С показывать, как это русская одна С, чем она отличается от украинской, и как, собственно говоря, вести учет и контроль. Мы сейчас продолжим эту тему. Есть еще один звонок. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте, Глебия. Здрасте. Это звонят из Гвардейского, Сен-Черупольского района. Да. Я бы хотела, ну, внести такое предложение по поводу вашей программы. Да. Ваша программа очень интересна нам и нравится, но время ее вот ограничили уже до невозможности. Вот. Вам не хватает времени, чтобы толком осветить какую-то выбранную тему. И вот Наскар ответит на звонки. Время вашей программы как бы неудобно. Вот. Судя по голосам звонящих, ее смотрят пенсионеры. А работающие люди, вот в основном в среднем возрасте, так, и молодежь, добираются до телевизоров позже. Угу. Вот. Поэтому среди дозвонившихся нет молодых голосов. Поэтому я предлагаю привести некоторое интерактивное голосование об увеличении длительности вот программы, скажем, до одного часа. И переноси программы на более позднее время. Я понял. Ну, письма не помешают. Я, конечно, сейчас вот прям выйду и расскажу там и в программной дирекции, и продюсеру генеральному об этом. Каждый день, в общем-то, или почти каждый день об этом люди говорят. Ну, так сложилось, и, в общем-то, на это тоже есть причины, поскольку в вечерние, в прайм-тайм есть передачи, которые там, ну, просто по понятиям там они стоят, укоренились. Ну, поскольку там без ложной скромности, да, программа, она какая-то такая, выделяющаяся из общего ряда, и она как бы имеет какую-то там социальную востребованность, то, наверное, куда-то подвинуть, чуть-чуть найти баланс можно. Я против этого ничего не имею. Я, на самом деле, солдат, мне скажут, там, вот окопы, там, стреляем отсюда или заходим в эфир отсюда. Это для меня технически роли не играет. Весь вопрос в согласовании сетки вещания. Давайте сделаем так. Вы напишите письма, если это действительно так нужно. А я попробую здесь этот вопрос как-то порегулировать в меру своих возможностей. Так вот, вернемся к детям. Проблема заключается в том, что детей на работу не берут, ну, понятное дело, они многого не умеют, особенно если они бухгалтера. А бухгалтеры, да, особенно сейчас, да, особенно с учетом трудового законодательства, изменившегося, да, и так далее, и так далее, масса вопросов. Ну, как можно доверить ребенку, там, или 22-летнему человеку, его можно только в помощнике дать какому-нибудь квалифицированному человеку, который его прокачает, ну, за год минимум. Еще ж надо и опыт работы. Опыта работы нет. И получается замкнутый круг. Ребенок хочет заработать, он может либо в черную где-то устроиться, там, я не знаю, официантом, да и то без опыта работы не берут. Либо берут на такие деньги, на которые, вот тут тоже есть определенный нюанс, связанный с тем, что зарплаты-то не очень большие. У нас-то в основном на таких работах работали приезжие, не крымчане, а сейчас у нас начался процесс, связанный с тем, что есть патентование, есть целая процедура легализации украинцев, которые раньше работали на таких низкооплачиваемых работах. И получается, что у нас даже некоторые отрасли курортного бизнеса сейчас недополучают трудовых кадров. Некому даже работать в отелях банально в связи с тем, что местные на 10 тысяч, условно, я говорю, не идут, а приезжие, которые беженцы там или так далее, которые даже патент купили, им с патентом 10 тысяч не прожить. И в результате получается дырка, в которой трудовых ресурсов не хватает, а наша молодежь на самом деле оббивает пороги, нечем заняться, работы нет. Предприятий, которые их, собственно говоря, востребуют, их тоже мало. И вот получается замкнутый круг, дети либо там где-то подработку, там халтуру какую-то ищут, там что-то нарисовать в фотошопе, если умеет. Ну и вплоть до того, что если нужны деньги, даже до криминалов занять руки молодых энергичных людей нечем. И вот для того, чтобы перестроить эту систему, сегодня мы проговорили такую схему, при которой, понятное дело, нужно, во-первых, начать какую-то параллельную со школой, с вузами систему подготовки кадров. При этом есть такая система, которая, во-первых, она бесплатная, во-вторых, она основана именно на тех источниках, которым дети привычны. Это мониторы, это экраны их там планшетов и телефонов на ютубе. И я знаю, в Украине, в Германии, в Польше и в Российской Федерации есть система таких сайтов, которые называются Skills Academy. Это Академия Навыков. То есть получается, что на этих сайтах человек заходит совершенно бесплатно и просматривает серию видеоуроков, которые ему четко рассказывают. Если ты хочешь поступить на работу, тебе надо заполнить резюме. Резюме вот так вот делается. И дальше список основных действий, которые надо сделать. При этом, например, ты приходишь на собеседование. Как себя вести на собеседование? Как записать видеорезюме? Основы проектного менеджмента, основы ведения переговоров. Это все короткие от 5 до 10 минут видеоуроки. На самом деле там есть такие перлы, которым и в вузах не учат. Ну, просто потому, что педагогический состав у нас всегда немножко запаздывает. Знаете, как вот есть поговорка, когда заканчивается какая-то война, и дальше идет мирный период, то все генералы, участвовавшие в этой войне, будут готовиться к предыдущей войне. То же самое примерно и с педагогическим корпусом. Педагогический корпус по инерции всегда будет учить так, как учили 5-7 лет назад. Но вот такие вот новые технологии всегда идут со скрипом. Поэтому для того, чтобы не насиловать людей, нужно сделать небольшое параллельное такое действие. Нужно, наверное, найти какой-то небольшой ресурс для того, чтобы такой сайт в Крыму создать, чтобы дети, которые, по большому счету, мы даже сегодня делали включение начальника отдела кадров, который на раз-два-три раз писал, что дети, ну, банально не все буквы знают. Выходят со школы даже с какими-то отличиями, но, по большому счету, как только начинаешь собеседовать, как только предлагаешь заполнить какой-то документ, выясняется, дупль пусто. И вот, чтобы вот эти пробелы в общеобразовательном уровне, ну, как бы, залатать, то нужен ресурс, который будет везде, во всех социальных сетях. Дети могут к нему всегда получить доступ. Это должно быть сделано еще и интересно, может быть, немного с юмором, для того, чтобы, ну, как-то заманить. И если у человека есть мотивация, он хочет получить какую-то работу, у него не хватает навыков, умений и пониманий, то он просто берет, просматривает эти уроки, делает некоторые упражнения, такая методика есть, можно даже дома делать некоторые упражнения. В конце концов, помните, я приводил пример одного мальчика, шестилетнего Китая, он живет в Китае, зовут его Гордей Колесов. Папа у него там руководитель и акционер маркетинговой компании, которая сопровождает русский бизнес в Китае. Ну, собственно говоря, закупки занимается и контейнеры отправляет на территорию России и сопровождение делает. Так вот, Гордей Колесов уже в шесть лет знает шесть языков, он знает китайский язык почти в совершенстве, он даже сдает там какие-то сертификаты и при этом он ведет себя совершенно свободно при любой аудитории. Это определенная методика. Это не значит, что папа с утра до вечера им занимается. Это значит, что он просто делегировал полномочия разным людям, заплатил им денег и при этом на выходе получается, что мальчик шесть лет умеет то, чего наши крымчане, дети, не все далеко к 15-16 годам, даже близко не имеют. Соответственно, отсюда и вопросы трудоустройства. Но в связи с тем, что Крым это особенная территория, в связи с тем, что Крым мы здесь не имеем, стали литейных производства, у нас здесь нет большого количества каких-то механических сборочных заводов, у нас курортный край, сельское хозяйство, немножко у нас судостроение, немножко у нас приборостроение, а в целом, по большому счету, у нас рестораны, отели, у нас услуги, торговля, транспорт. И получается, что есть определенные ниши, которых у нас на рынке нет, которые можно развивать. Это предприятия, которые могут изначально ориентироваться на то, чтобы давать работу детям, которым там даже 16... Надо посмотреть, как это все выглядит с законодательством. Если люди работают по найму, это законам запрещено, то мы, собственно говоря, проговорили, что у нас с юристами проработать вопрос, если дети являются сами учредителями каких-то предприятий и не работают на дядю, то, в принципе, при сопровождении взрослыми можно сделать так, что они будут тратить на работу несколько часов в день, но при этом они будут зарабатывать какие-то деньги, которых им достаточно хотя бы на карманные расходы. Понятное дело, они себя там не закроют таким видом деятельности и с такой плотностью рабочего дня. Но при этом самое главное сделать так, чтобы в 14-15 лет люди научились зарабатывать. Хотя бы попробовали этого хлеба насущного. Это в корне меняет психику, это в корне меняет, знаете, паразитический склад ума. Чего там греха таить? Большинство современных детей в этом возрасте это люди, сидящие на шее, очень плотно, с веси в ноги. И, в принципе, они не только не имеют цели в жизни, они не знают способа, как эту цель увидеть. И, в общем-то, получается, что они все время ждут пинка. Они ждут, чтобы кто-то за них им показал, за руку куда-то привел, где-то устроил. Это, собственно говоря, и есть психология толпа элитарного общества. На самом деле, это проблема не только, например, у малообеспеченных слоев населения. Это такая же проблема и у элиты. У элиты, конечно, проще с ресурсами, но, тем не менее, бесцельность или уже запрограммированная устроенность, она тоже ведет к достаточно паразитической психологии, которая, в конце концов, приведет к тому, что поскольку нынешняя молодежь, которым там 15, 16, 17 лет, через 20 лет это будут люди, которые на них будет основная нагрузка по всем работам в стране, по наполнению бюджетов всех уровней, и, собственно говоря, они будут управлять страной. И получается, что мы нам по 40, по 40 с чем-то, мы люди, которые отвечаем сейчас за них, мы, по большому счету, чего там греха таить, не дорабатываем. То есть мы как бы едем в этом вагоне, ну, как будто все процессы сами собой движутся, но стратегически получается, что одно поколение после развала Союза мы упустили, более-менее. А вот это поколение, оно еще более упущено в том смысле, что нет навыков, нет знаний, нет совершенно никакой практики зарабатывания денег, и, что самое интересное, практики управления. По большому счету, вот мы говорили там о достаточно общей теории управления, о достаточно конкретной практике личного управления, чтобы готовить управленцев. Получается, что дети, дожившие до 18 лет, не заработавшие ни одного своего рубля, это потерянное поколение. Очень много надо дать усилий, чтобы хоть что-то компенсировать. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Я хотела сказать вот о чем. Не все дети способны, не все дети могут легко учить языки, но у нас скоро будет такое, что нам некому будет гвоздя забить, и нам некому будет отремонтировать сантехнику. Рабочие профессии вообще не вспоминаются и не имеются в виду нигде. Никого не учат рабочим профессиям. Скоро никто не сможет поставить замок в дверь. До свидания. Спасибо. На самом деле, вообще в десяточку, это не вопрос, это реплика. То есть мы на самом деле вот сегодня там в продолжении той дневной программы перечисляем пробелы, дырки, то, чего не сделано. И самое главное, основная проблема не то, что не учат, нет в программах рабочим профессиям. Вот я учился в школе, у нас труды были, да, это была обязательная цеха в каждой школе, в которой стояли станки. Это было в программе обучения работы там с разными инструментами, даже на токарных, сверлильных, там, фрезерных станках, отливать там, прессовать полистирол, там и так далее, и так далее. Это было на уровне школы. Сейчас я, честно, не знаю, как там в школе насчет этого, но тут, понимаете, еще какая есть вещь. Существует определенное общественное мнение, определенные взгляды всего общества и родителей, и педагогов, и детей на то, что является престижной профессией, что является непрестижной. Мы приводили пример одного моего знакомого из Питера, который говорит, что развивать, инвестировать в предприятия, где требуются рабочие руки, в Крыму невозможно, потому что нет кадров, и кадры нужно готовить как минимум два года. То есть нужно еще и создать центры по обучению квалифицированных рабочих, нужно их научить, это тоже нужно вложиться. То есть инвестиционный пакет расширяется на то, что здесь нет людей. Приезжие раньше могли работать и в Краснодарском крае, и в Крыму, а квалифицированные с материка. А сейчас, ну это украинцы в основном, или болгары. Я вот работал на Рапане в Краснодарском крае, и тоже местные люди на такую работу не идут. Всегда надо кого-то завозить, или украинцев, или болгар. То то же самое получается и сейчас. Сейчас есть определенные фильтры, когда не могут работать иностранцы, и в этот момент возникает вопрос. Оплаты труда, престижности, и ролик, и вот этого социальной значимости, престижности. Вот тут тоже действительно большой задел работы, который нужно провести в сознании всего общества. Поскольку работы будет меньше в этих условиях, то условия надо менять, и нужно создавать условия, при которых работу надо не только искать, но ее надо создавать, ну как бы с нуля. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Я, может, пропустила начало. Я из респатория. У меня внучка учится в школе, ну, обыкновенная, 14-й. Она очень любит ангиспезы. Но чтоб... Ну, и в бедной семье. Но чтоб нанять преподавателя один урок, один урок дополнительный, 300 рублей. Как вот, например, как ребенка. А учитель по-английски у них не а все. Она сама переболела инкультам, а ее поставили числа с руководителем. И, в общем, детям, как говорится, должного внимания не особенно. Как вот быть в этой ситуации? Хороший вопрос. Ну, методически... Вообще есть проблема в маленьких городах, где конкуренция репетиторов, педагогов поменьше. Соответственно, есть возможность завышать цену. То люди, которые методически понимают, что можно только через репетитора решить вопрос, они, конечно, попадают на деньги. А с другой стороны, есть куча методик, связанных с тем, что подавляющее большинство людей язык учат самостоятельно. Для этого есть определенные учебники, для этого есть определенные методики и есть даже видеокурсы. Они в интернете есть. А самое главное это согласовать исходные точки с теми педагогами, которые будут принимать экзамены. Но, с другой стороны, если ребенок, например, энергично за год проходит курс по какой-то параллельной методике, то его знаний будет достаточно, он задавит своими знаниями любого педагога. То есть, можно, конечно, нанять педагога, но не на весь срок обучения, а так, чтобы стартануть, чтобы толкнули, энергетически зарядили, потому что язык это, как правило, терпение еще надо чуть-чуть. Иногда его детям не хватает. Но, в целом, есть методики изучения иностранных языков, при которых постоянное присутствие платного педагога в общем-то и не нужно. Но я так думаю, как педагог на самом деле, поскольку там заканчивал когда-то педагогический вуз, то я бы еще такие варианты поискал. На самом деле, да, вот города с населением до 100 тысяч, как правило, конкуренция невысокая, и поэтому цена завышена. Да, это реальность нашего дня. Сегодняшняя программа посвящена такой проблеме, которую мы сегодня, мы о ней-то и знали и раньше, но у этой проблемы еще и оказалось несколько сценариев решения, которые мы с молодой гвардией, с нашими гостями сегодня днем обсуждали, и мы даже решили написать документ. Ну, общий такой итог нашего сегодняшнего разговора я сегодня с вами поделился. Это тоже часть информационной войны, потому что в основном та информационная война упирается в души и мозги молодежи, которая за нами придет. И эти вопросы мы сформулируем в части, касающейся получения грантов через определенные программы государственных структур, создание предприятий, ориентированных на молодежь и повышение квалификации выпускников школ и вузов, которые на самом деле после окончания школы и вузов по квалификации, ну, как бы не ахти. Чего уж там греха трить. А может быть, даже нужно проводить какие-то республиканские конкурсы для того, чтобы задавать стандарты того, показывать детей, которые умеют многое. В эфире была информационная война. Встретимся с вами завтра на радио. Послезавтра у нас уже 1 мая. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин